Ступая на путь священнослужителя, я горел желанием помогать людям бороться с их грехами, направляя их души к праведному свету. Но встречи с Сергеем Альбертовичем и его исповедь опустошили и напугали меня как маленького ребенка, заблудившегося в темном лесу. Человек погибал на моих глазах, терзаемые мучениями, для которых невозможно было найти исцеление. Молитвы, кресты, иконы, все эти духовные арсеналы оказались бессильны перед преследующим его ужасом. Все началось с душераздирающего крика, пронзившего тишину во время подготовки к вечерней службе. До меня донесся не просто голос, а отчаянный вопль, похожий на забывание раненой волчицы, лишившийся своего выводка. Немедленно секунды я вскочил с места и ринулся к источнику звука. В центре храма, словно призрак, маячила фигура молодого парня. Его лицо было бледным, а глаза пустыми, как у человека, пережившего нечто невообразимое. Исходавшее тело и потухший взгляд говорили о том, что он потерял все, а церковь стала его последней надеждой на спасение. «Доброй ночи, молодой человек!» – произнес я, ступая навстречу парню. Мой басистый голос привлек его внимание. «Помогите мне!» – взмолился он, тряся перед моим лицом телефоном, как утопающий, цепляющийся за соломинку. «Меня зовут Сергей, все, абсолютно все считают меня сумасшедшим, но я же все заснял! Вот, смотрите!» Не в силах сопротивляться его уговорам взглянуть на видео, которое он окрестил доказательством своей вменяемости, я с трудом сфокусировал взгляд на экране телефона. Мобильник дрожал в его трясущихся руках, словно он пытался удержать отбойный молоток. Сам Сергей, казалось, вот-вот расплачется или начнет истерически смеяться. Не выдержав мельтешения кадров, я взял в свои руки новомодный гаджет и запустил видео с самого начала. На записи виднелась захламленная комната, уставленная домашней утварью. Шкаф был распакнут настиж, вывалившаяся оттуда одежда валялась грудой тряпья. Исписанные листы бумаги, хаотично разбросанные по полу, не позволяли разглядеть написанный текст или нарисованные на них каракули. На столе рядом с опрокинутой кроватью горели свечи. Их пламя колебалось, отбрасывая тени на несколько крестов. «Молодой человек», – произнес я, откашлявшись, и посмотрел в его зеленые глаза. «Что я должен здесь увидеть?» «Как? Что?» Сергей, вырвав телефон из моих рук, с недоумением уставился на меня. «Неужели не заметили? Святой Отец, вы же внимательно смотрели?» «Конечно!» – кивнул я в замешательстве, нахмурив брови. «Посмотрите еще раз, пожалуйста, только повнимательнее!» Включив запись, парень следил за мной, чтобы я не упустил ни единого момента. «Посмотрев видео еще раз и не увидев ничего сверхъестественного, я вновь непонимающе глянул на Сергея. Времени на долгие беседы, к сожалению, у меня не было. «Давайте продолжим наш диалог после службы!» – предложил я, понизив голос, чтобы не привлекать внимание людей, постепенно заполнявших храм. Он вперелся в меня умаляющим взглядом. «Хорошо, только пообещайте, что вы выслушаете меня и постараетесь помочь. Мне больше не к кому обратиться!» «Да, обещаю!» Сергей честно отсидел положенные два часа службы, не сводя с меня глаз, ожидая наш разговор. Словно это было единственное, что держало его на плаву. Коротко кивнув ему, я направился в свою исповедальню, и он поспешил за мной. Устроившись в кресле, я налил из термоса горячий чай в две кружки и вопросительно посмотрел на гостя, давая понять, что готов слушать. «Вы действительно ничего не увидели?» – робко пробормотал он, нарушая затянувшееся молчание. Его тело дрожало, как осиновый лист на ветру. «Простите, но кроме хаоса в комнате ничего нет!» – коротко ответил я, разводя руками. Сергей с грустью опустил глаза в пол. «Понятно. Расскажите, что же я должен был увидеть?» Стараясь подбодрить его, я прервал неловкую паузу и положил руку ему на плечо. «Ладно, давайте забудем об этой записи на время. Это далеко не самое страшное, что со мной приключилось. Начните с самого начала, я внимательно вас выслушаю!» Жизнь под одной крышей с тиранической бабушкой и отцом-алкоголиком напоминала бесконечное погружение в болото, где каждое утро начиналось с бесконечных ссор и запаха перегара. «Двадцать пять лет я терпела татат, но всему приходит конец. Настало время найти свой тихий уголок, где можно было бы наконец-то вздохнуть спокойно. Вместо поддержки я слышала лишь упреки. «Я тебя растила, кормила, а ты вон какой неблагодарный вырос! Сидишь тут на шее у нас с отцом!» Или «Да что ж ты за сын такой? Неужели сложно сбегать за водкой? Мои друзья не алкаши, а уважаемые люди! Будь хоть немного вежлив!» Пролистав сотни объявлений о сдаче квартир в пределах моего скромного бюджета, я начал обзванивать арендодателей, готовых предоставить мне жилье. Из трех квартир две оказались мошенническими. Люди требовали предоплату, прежде чем показывать мне квартиру. К сожалению, в наше время такая схема уже никого не удивляет, но всегда оставляет в душе неприятный осадок. Моя последняя надежда была на третью квартиру. Невзрачное объявление, без фотографии, словно спрятанное между строк. Скрестив пальцы на удачу, я набрал указанный в описании номер и стал ждать ответа. «Здравствуйте, вы, наверное, по объявлению?» Раздался в трубке мелодичный голос женщины, будто ожидающий моего звонка. Немного помешков, я кивнул. «Да, хотел бы посмотреть квартиру, если все понравится, готов снять на длительный срок». Торопливо проговорил я, понимая всю нелепость моего кивания через телефон. «Подходите в 17.00 на интернациональную 17.00, первый подъезд, четвертая квартира». Договорившись о встрече и аренде потенциального жилья, мне пришлось в спешке собираться, ведь до указанного адреса мне ехать было не меньше часа. «О своих планах я не стал говорить горе-родственникам, они, как обычно, были заняты употреблением алкогольных напитков и табачных изделий, задымивших всю квартиру». Когда палец нажал на кнопку с цифрой 4 на стареньком домофоне, дверь в подъезд распахнулась буквально через мгновение, будто моего прихода давно ждали. Не успев даже промемлить приветствие, я шагнул внутрь. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, приходилось невольно оглядываться по сторонам, опасаясь встречи с сомнительными личностями, лкашами или, еще чего хуже, наркоманами. К моему удивлению, подъезд был кристально чистый опрятен, и где по углам не валялись ни окурки, ни пустые бутылки, ни шприцы. Аккуратные ступени и свежевыкрашенные стены внушали надежду на благополучный исход моего визита. Добравшись до нужной квартиры, я уже занес была руку для стука, как вдруг дверь внезапно распахнулась, и на пороге возникла приветливая женщина преклонных лет в длинном домашнем халате. Удивился ли я? Это мягко сказано. Ее возраст нельзя было определить точно, но по голосу в трубке ей можно было бы дать не больше двадцати. «Проходите, молодой человек, не стесняйтесь!» – прозвучал ее чарующий голос. Переступив порог, я невольно окинул взглядом просторную прихожую, где пыльные лучи солнца ложились на паркет, пробивая сквозь шторы. «Вы один будете снимать или с кем-то? Может, с девушкой или с женой? Хотя нет, кольца на пальце не вижу!» – сыпала вопросами хозяйка, не давая мне вставить ни слова. «Нет, бабуль!» – улыбнулся ей, немного смущенный ее прямолинейностью. «Я один, меня зовут Сергей, а к вам как можно обращаться?» «Лиля, просто Лиля!» – застеснялась женщина. «Не люблю я все эти официальности!» «Хорошо, просто Лиля!» Мои щеки немного покраснели от того, что я назвал ее бабулей и вспыхнули еще больше от своей наглости. «А соседи у вас тихие? Я учусь и работаю в ночную смену, поэтому очень важен спокойный сон перед учебой!» «Не волнуйтесь, Сережа, у нас тут тихо!» – успокоила меня она. «Под нами живет дедушка, он глуховат, но очень трудолюбивый, тоже работает в ночную, так что шума от него не дождетесь. Радио и телевизор он не смотрит, только читает газеты. А сверху вообще никто не живет, квартира пустая, так что по головам топтаться некому. Осматривая свои будущие апартаменты, я еще раз обвел взглядом в просторную квартиру, мысленно расставляя мебель в новых комнатах. «Беру!» «Прекрасно, тогда пойдемте, перепишем паспорт, оформим договорчик!» – Лиля указала в сторону кухни. Она ловко орудовала ручкой, расставляя галочки в нужных местах на бумаге, а я с интересом наблюдал за ней. Вскоре, забрав деньги и подписанный договор, хозяйка слишком проворно для ее возраста выпорхнула из квартиры, оставив за собой лишь легкий аромат лаванды и старых книг. «Вот и опустил кошелек», – мелькнула мысль в голове, пока мои руки пересчитывали оставшуюся наличность. «Если хочу жить отдельно, придется потуже затянуть пояс, чтобы обустроить это гнездышко по своему вкусу». Дни летели за днями, как листья осенью, рутинная жизнь закружила меня в вихре событий. Учеба, работа, домашние хлопоты – все как у всех. Постепенно хмурые тучи с души рассеялись, уступая место долгожданному спокойствию. Но вскоре мою жизнь встряхнула одно событие, происходящее в котором не поддавалось никакой логике. В один из таких дней, когда рассвет только-только коснулся небосвода, раздался резкий звонок в дверь. Вскочив с кровати, я сонно потащился в прихожую, потирая глаза и пытаясь выяснить, кто разбудил меня в такую рань. «Чего?» – прошептал я сам себе, не понимая, что происходит, поскольку за дверью никого не было. «Кто там?» Тишина. Сонное состояние улетучилось в мгновение ока от такой нестандартной ситуации. Внезапно за дверью раздался звонкий детский голосок. «Дядя Сережа, давайте поиграем! Мне скучно!» Мое сердце замерло, мозг пытался осмыслить происходящее. В пять утра кто же мог явиться ко мне с такой нелепой просьбой? «Алинка, это ты? Подожди, что ты делаешь у моей двери в такой ранний час? Где твоя мама?» «Мы познакомились недавно на лестничной площадке. Вера еле волоча два огромных пакета с продуктами ворчала на свою непоседливую дочку Алину. Я тогда с улыбкой предложил помощь, чем и заслужил расположение малышки». Но сейчас, в этом странном утреннем свете, голос девочки звучал как-то иначе, холоднее, почти зловеще. «Мама здесь, просто она немного устала со мной играть!» Алина с хитрецой выглянула из-за угла. «А мне скучно!» Ребенок сделал шаг вперед, давая возможность рассмотреть себя в глазок. На ее ногах сандалии были надеты наоборот. Левый на правой ноге, а правый на левой. Белая платьица, когда-то чистая и нарядная, заляпала селыми кляксами, а в глазах и опущенной нижней губке читалась безграничная печаль, неуместная для ее возраста. Каким-то образом, уловив мой пристальный взгляд, она с кряхтением начала поднимать с пола... голову своей матери. Мое сердце пропустило удар, а в горле застрял беззвучный крик. Не в силах поверить в этот бред, я протирал глаза, щипал кожу на руках, пытаясь убедить себя, что это всего лишь сон. Но жуткое видение не исчезало. Осознав после всех манипуляций, что кошмар происходит наяву, я прижался плотнее к двери и стал изучать чудовищную сцену дальше. Маленькая Алина, сидя на соседском коврике, состригала волосы с головы своей матери. Закончив, она разбросала липкие пряди по бетонному полу, а затем, словно исчадие ада, отбросила местами облысевшую голову в сторону. Сгребая волосы в кучу маленькими ладошками, девочка поднесла их к рту. «Ой, мама говорит, что нужно делиться!» «Серёжа, вы будете?» Облизнув губы в предвкушении жуткой трапезы, Алина протянула мне слипшуюся горку, покрытую красной жидкостью. Было слышно, как она втягивала своим детским носиком запах волос. И в этот момент её поведение резко изменилось. С кривой ухмылкой на лице она швырнула в мою дверь ту самую омерзительную пирамидку из волос, залитую кровью. От неожиданности я инстинктивно отшатнулся. Стоило мне отдышаться и вернуться к происходящему в подъезде шоу, как обнаружилось, что там никого нет. Всё это будто вылилось в часть дурного, но слишком реального кошмара. Я ещё раз ущипнул себя, потёр глаза и окончательно убедился, что не сплю. Вот только за дверью по-прежнему было пусто, как и пару секунд назад. Мне не хотелось проверять, куда делась Алина и укатившаяся по ступенькам голова её матери. Зато подставленный к дверной ручке стол мог хоть как-то защитить меня от творящихся за ней ужасов. Я с трудом потянулся к телефону, не открывая глаз, и пальцы сами ответили на звонок, выполнив привычные движения. В трубке раздался бодрый голос Миши, моего старого друга. «Серёга, какого чёрта ты до сих пор дрыхнешь?» «Да я за ночь тёлком не поспал. Давай сегодня без меня, а?» Просипел я еле, ворочая языком. «Мы же договаривались о рыбалке! Между прочим, сейчас самое время для ловли карася!» Не унимался заядлый рыбак. «Ладно, в следующий раз точно не отвертишься. Рассказывай, кто она?» «В смысле, кто она?» – переспросил я, не понимая его намёка. «Ну, та самая, из-за которой ты всю ночь глаза не сомкнул!» Ехидно ухмыльнулся Мишаня. «Или вы пока не афишируете свои отношения?» «Да не, не то. Просто соседи всю ночь буянили, вот я и не выспался. Не хотелось признаваться другу, что, возможно, мне просто приснился сон, и я успел построить на нём жуткую историю. «Ладно, раз рыбалка отменяется, а я всё равно уже тут, пусть и хоть чаю попить!» Мне пришлось встать с кровати, поставить чайник и нарезать бутербродов. Мы с Мишей усели за стол, ожидая, пока закипит вода. «Ну и?» – вопрошающе уставился на меня друг, облачённый в камуфляжный костюм. «Да блин, ты всё равно не поверишь!» – выдавил я, боясь показаться ему идиотом. «Да брось ты ломаться, как старшеклассница на выпускном!» – улыбнулся он, сверкнув белоснежными зубами. Поддавшись его настойчивым уговорам, я вкратце пересказал события минувшей ночи, с тревогой ожидая его реакции. Но Миша, казалось, смотрел сквозь меня, не выражая ни малейшего интереса. «Слушай, о чём это у тебя так воняет?» – поморщившись, он наконец перевёл взгляд с чего-то невидимого на меня. «Да и я сам не знаю», – сконфузился я. В первый день каждый угол вымыл, но этот запах никак не выветривается, уже, честно говоря, привык и внимания не обращаю. Я как только зашёл в квартиру, сразу голова заболела. Поморщился он. «Воздух какой-то тяжёлый, спёртый. Может, ты вчера чего-то курнул? Вот и глюки мерещатся!» «Так я знал, что не поверишь», – буркнул я, опустив взгляд. «А если бы я тебе рассказал такое? Девочка играет с отрезанной головой своей матери, кидается в тебя её волосами, а потом полуголый сосед всю ночь стучится в дверь головой». Я не сразу понял, о каком соседе говорил Мишаня, ведь ничего подобного вчера не происходило. Но то, что случилось дальше, заставило моё сердце яростно колотиться в ребрах, когда леденящий душу холодок пробежал по спине. Миша впал в какой-то безумный транс и стал грызть свою кружку с чаем, заедая её бутербродом. Крововая каша, вытекающая из его рта, вызывала у меня приступы тошноты, напоминая самые жуткие сцены из фильмов ужасов. Но это было только начало кошмара. Протянув грязную ложку к своему левому глазу, он с жуткой аккуратностью начал его выковыривать, стараясь не повредить. Чувствовалось, как всё содержимое моего желудка поднимается из глубины и рвётся наружу рвотным гейзером. И я не сдержался. Вытерев рот рукавом, я снова поднял взгляд на своего лучшего друга. За это время он уже успел достать свой второй глаз и, протянув его мне в окровавленной ладони, промолвил не своим голосом, напоминающим заевшую пластинку. «Мама, — говорит, — нужно делиться!» Поняв, что я не собираюсь принимать его угощение, он ловко запихнул оба глазных яблока себе в рот и начал смачно их пережёвывать. Я хотел его остановить, а ещё лучше сбежать от этого творящегося ужаса, но тело не подчинялось моим приказам. Максимум из всего, что мне удалось сделать, это двигать глазами и вдыхать пропитанный с запахом железа воздух. Звук удара головы о стол вырвал меня из оцепенения, возвращая в реальность. Откинувшись назад, словно дёрнувшаяся марионетка, Миша летел навстречу столбу, вбивая в свой лоб осколки некогда целой кружки. Удар за ударом, методично, безжалостно. «Хватит, прекрати, что ты делаешь?» Я кричал на друга, но он, казалось, меня не слышал. Внезапно, резким движением с неприятным хрустом, его шея выбернулась на 90 градусов назад. Дикий вопль сотряс небольшую кухню, заставив меня задрожать от ужаса. И... Я очнулся в своей кровати. Простынь липкая от пота неприятно холодила спину. Слава богу, это был всего лишь сон. Или нет. Решив проверить на кухне злополучную кружку, из которой пил Мишаня, я отправился за ответами. На столе две полные кружки с чаем, четыре ломтика батона под колбасой. Это не могло быть правдой. Подойдя ближе, я попытался схватить кружку, но лишь провёл рукой в воздухе, натыкаясь на пустоту. Нет, это какой-то бред. Невозможно. Либо я схожу с ума, либо это изощрённый розыгрыш, организаторы которого самые гениальные умы в мире. Посетив уборную, я умылся, пытаясь прийти в себя. Мне хотелось ответов на вопросы. Нужно было понять, что происходит, а самое главное защититься. Конечно же, ответы пришлось искать в интернете на форумах соответствующей тематике. Вурдалаки, демоны, вампиры, ведьмы. Пролистывал я ветки ссылок, проговаривая их название вслух. Ритуалы! Осенило меня. Это, возможно, то, что нужно. С надеждой найти заклинание для изгнания сущности, поселившейся в моей съёмной квартире, или какой-либо защитный ритуал, я вчитывался в посты, подбирая подходящие советы. Всё это дело заняло чуть больше часа, прежде чем нужная информация была найдена. Моя дрожащая рука выводила карандашом на тетрадных листах кресты, один за другим. Каждый из них должен был стать щитом против неведомого зла, терзавшего меня последние дни. Готовые обереги я развешивал по стенам, чередуя их с распечатанными изображениями святых ликов, скачанными из интернета. В отчаянной попытке зажечь церковную свечу, найденную ещё при заселении, пришлось порыться в захламлённом ящике стола. Переворачивая всё подряд. Неустанно бормоча молитвы в каждом уголке квартиры часами, я искренне верил, что эти простые ритуалы могут мне помочь. Финальным штрихом стала соль, щедро рассыпанная по периметру каждого окна. Не остались без внимания и дверные проёмы, как входная, так и дверцы, ведущие в шкаф. Хоть бы что-нибудь из этого сработало. Пробормотал я, обессиленно опустившись на диван и обводя взглядом все свои труды. Когда вечерние сумерки поглотили город, я, измученный, бессонной ночью, всё ещё пытался унять дрожь в теле. Пришедшее сообщение от хозяйки квартиры напомнило о насущном. Сегодня день оплаты, значит Лиля придёт с минуты на минуту. Не доверяя мои, а точнее свои деньги банкам, она предпочитала лично забирать арендную плату. Взглянув на свой растрёпанный вид в зеркале, я прибрал разгром в комнате и привёл себя в относительный порядок. Звук кулича в замочной скважине возвестил о приходе хозяйки. Лиля вошла в квартиру, озаряя прихожую довольной улыбкой. Сегодня её кошелёк должен был пополниться крупной суммой. «Как вы тут поживаете, молодой человек?» «Ой, что это тут рассыпано?» «Мы же договаривались, что будете поддерживать чистоту в квартире!» Проварковала она, небрежно кинув сумку на стол. «Извините, я сейчас же уберу!» Промямлил я без задней мысли, сметая защитную соль в совок и отодвигая его в сторону. Пройдя вглубь комнаты, Лиля застыла при виде стену, вешанных нарисованными на бумаге крестами и распечатанными изображениями святых. «Что здесь происходит? Вы наркоман или сектант? Боже мой, как же я сразу не заметила, что вы не в себе!» Стоя ко мне спиной, хозяйка вешала на меня ярлыки, не подбирая слов. «Лиля, простите, не знаю, как вам все объяснить. Просто в моей, точнее в вашей квартире, происходят странные вещи!» Оправдывался я, надеясь на ее понимание. «Конечно, это звучит безумно, но прошу вас, выслушайте!» Жуткая тишина воцарилась в комнате, и шизредка нарушаемая едва слышной дрожью тела женщины, которая продолжала стоять ко мне спиной. «Лиля, не двигаясь ни на йоту, словно изваяние из камня, нервно перебирала что-то руками. «Мама говорит, что нужно делиться!» Прошептала она, не своим голосом, медленно поворачиваясь ко мне. В ее протянутой ладони я с ужасом разглядел омерзительную картину. Там были гнилые, покрытые запекшейся кровью зубы. «За что мне это все? Разве моих страданий недостаточно?» взорвался я криком, не в силах сдержать рвущийся наружу гнев. «Неужели 25 лет жизни в аду не были достаточной платой?» «Мама говорит, что нужно делиться!» «А я и делюсь, Сережа! Держи!» С этими словами она высыпала омерзительную кучу из ладоней на пол. Затем, в приступе безумия, Лиля начала лихорадочно расчесывать свои руки до крови, словно пытаясь содрать с них пласты кожи. Ее крючковатые пальцы раз за разом все глубже ныряли ногтями в плоть, отрывая от мяса все новые и новые шматки. Осознав, что предо мной не человек, а одержимое существо, я судорожно достал из кармана телефон и включил камеру. Мне было плевать, настигнет ли меня смерть через секунду или нет. Должны же быть доказательства того, что я не схожу с ума. Припав к земле, как готовая к прыжку хищная кошка, Лиля зашипела на меня, брызгая слюной во все стороны. Ее серое платье в горошек колыхалось без ветра, из беззубого рта доносились жуткие звуки, похожие на утробное хрипение кошки, когда животное хочет избавиться от шерсти, накопившейся за несколько недель в ее желудке. С очередным душераздирающим рычанием из ее рта вдруг вывалились кишки. В этот момент она больше походила на хамелеона с выпученными глазами и длинным языком. Только вместо него была шевелящаяся гора из горячих внутренностей. Выключив запись с достаточным количеством доказательств, я попятился назад, стараясь сохранять расстояние между мной и этим исчадием ада. Выбор мой был невелик. Прыжок со второго этажа мог закончиться сломанными ногами, но он оказался единственным шансом на спасение. Через раскрытое нараспашку окно по моей вспотевшей спине скользил летний прохладный ветерок. К счастью, приземление прошло более чем удачно. За исключением пары царапин и ссадин от придорожного куста, я отделался без серьезных травм. Хозяйка меня не преследовала. В окнах ее квартиры виднелись лишь знакомые шторы и порванная москитная сетка, защищавшая меня ночами от надоедливых комаров. Бежать было некуда. Отец с бабушкой не примут, после нашей последней ссоры я поклялся сжечь их квартиру, если они посмеют приблизиться ко мне хотя бы на сотню метров. Оставалась лишняя одежда на церковь. Возможно, именно храм, полный святых икон и крестов, сможет стать спасением от моего кошмара. Вот такая вот история, святой отец. Понимаю, что вы можете подумать, парень накурился или перепил, но нет. Я абсолютно трезв и отдаю себе отчет в своих действиях. Он судорожно сжал в руке остывшую кружку чая, поднес ее к губам и подул, позабыв, что беседуем уже не первый час. Его напряженные пальцы были белее снега, а глаза метались по сторонам, словно он пытался скрыться от чего-то невидимого. Что ж, молодой человек, занимательная, конечно, история, но на вашем телефоне ничего нет, там лишь пустая квартира и разбросанные вещи. Сергей вскочил со стула, его голос сорвался на крик. Но я же все заснял! Посмотрите еще раз, только повнимательнее! Я не шутки ради к вам пришел! Вы моя последняя надежда! Слюна брызгала из его рта, глаза выпучились от ужаса. Стараясь не поддаться панике, я нацепил очки и внимательно всмотрелся в экран. Но едва я успел это сделать, как парня охватила дрожь, переходившая в судороги. Его пальцы выгибались в разные стороны с жутким хрустом, губы что-то шептали, но слов разобрать было невозможно. «Я хотел поделиться с вами, святой отец!» Внезапно Сергей дернулся и разинул рот так широко, что кости нижней челюсти вышли из суставов с отвратительным щелчком. Запрокинув голову, он выхватил со стойки церковный крест и резко, со всего размаху, вонзил его себе в горло. Сточенный деревянный наконечник утонул в мягких мышцах, рассекая все на своем пути. Раздался хрип, изо рта хлынул фонтан крови, окрашивая стены в багровые тона. Через три дня Лиля Степановна, открыв ключом дверь, ступила в тишину своей квартиры. Она не ждала возвращения Сергея, понимая, что бывшего жильца никто не будет искать, да и не интересовалась ни его вещами, ни драгоценностями. Целью ее визита был благоухающий цветок, так вовремя распустившийся на подоконнике перед сдачей квартиры. Веточка необычного растения была найдена ею три года назад, когда она набрела на диковинную полянку, скитаясь по лесу в поисках грибов. Тогда-то Лиля и приметила один красивый цветок с чарующим, но в то же время жутковатым ароматом. Ну что ж, дорогие друзья, если вы все же решились после этой страшной истории снимать квартиру, будьте бдительны, ведь в вашей квартире может быть данное растение. А если вы дослушали историю до самого конца, поставьте эмодзи или смоли кому как удобнее цветочка, так мы узнаем сколько нас дослушавших историю до самого конца. А я, как и всегда, с вами не прощаюсь, услышимся в следующей интересной истории.